ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы делаем эту акцию в рамках одного проекта по сохранению экосистем и биоразнообразия в Казахстане. Основные угрозы сокращения численности барса сегодня – деятельность человека. Нарушение... Что человек может сделать, чтобы не... Также изменение климата, нарушение экосистем. То есть это все в целом, да? И что может человек сделать – это сохранить обитание, ареал обитания снежного барса. Не вмешиваться. Да, не вмешиваться. Хозяйственная деятельность очень много влияет на это, браконьерство. Ну, также более глобальные проблемы, как изменение климата и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снежный барс – это символ снежных гор. Также он является символом независимости Казахстана, символом становления суверенного Казахстана. И поэтому для Казахстана это особенное животное. И в этот день, ежегодно, 23 октября, мы празднуем эту дату. И каждый казахстанец, для него это животное особенное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вообще я люблю кошек. Можно начать с этого. И так как они исчезают, я только за их размножение, за популяцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снежный барс – это один из символов Казахстана. Поэтому сохранение этого вида животного – это, наверное, национальная какая-то идея. Мы должны сохранить. Исторически он всегда был. Потому что есть и много археологических находок, и есть украшения, да, еще с давних времен. Поэтому да, снежный барс – это наш символ, и мы должны его сохранить. А на нашей площадке в рамках Международного дня Снежного барса проводится мероприятие в поддержку этого загадочного и редкого хищника. А также организатор этого мероприятия – программа развития ООО в Казахстане. И знаете, уважаемые болельщики, наш хоккейный клуб «Барс» в этом году четвертый раз поддержал данную акцию, потому что мы любим барсов. Не правда ли? Итак, в скольких странах обитает Снежный барс? Кто мне скажет? Двенадцать. Надо сначала руку поднимать. Нет, сколько странах? Четырех? Нет, нет. В скольких? Число? Шесть? Нет, число. Двенадцать. Двенадцать. Давайте вот молодому человеку поаплодируем. Молодец. Вот, можно признать? Сейчас будет прям жесткий, жесткий вопрос. В каких странах мира обитает Снежный барс? В каких странах мира? Крустан! 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 Да, есть такой... Афганистан! Афганистан! Не балуй! Вот, сон, мы поставим на... Сейчас, спаркал, первое, сейчас, спаркал. Давайте, чтобы все знали. Отверьте на вопрос. Давайте, отвечайте. К какому семейству млекопитающих относится Снежный барс? Давайте поаплодируем и подарим семейству кошачьих. И самым человеком. Одного у Бориса. Гурков берет паузу, убирает соперника. Отличный бросок, но справляется по сквале. Великолепный момент у Борисы. Хороший перевод, бросок. Не попадает Бергланд в створ. Бросок, но... Тут, кроме как принимать, других воров не было. Вот опасный момент по сквале. Скорость не уступают. Такой разницы не возникает. Отличный бросок, якобы, Лилии. Немножко подтягивает к себе, чтобы бросок получился сильнее, точнее. Все очень хорошо, все очень красиво. Ну, я не первый день здесь. И вот, как сказал, когда я был здесь, еще не проиграл Борис. И я думаю, что так и будет, так и будет прожать. Очень хорошо играем. Ну, я не особо понимаю, но столько я понимаю. Очень хорошо играем при Сингое. И вот забыли один шарик. И я думаю, будем отыграться и выиграть сегодня. Ну, если бывает времени, я... Если свободно, нету игр, нету тренировки, то прихожу, смотрю. Хорошо играем, дай бог, вот эти две игры еще будем выиграть. И уже будем чемпионами. Но все зависит от нас, а мы все делаем для этого. Хочу передать привет всем казахстанцам, и кто следит за футбольниками Астана и Борис. Хочу сказать большое спасибо, что вы рядом с нами. Такие тяжелые времена. И надеюсь, увидимся скоро, скорее, и будем становиться чемпионом. Все вместе.